эфира наращивание на верхней форме у нас будет наращивание не определим а классическим гелем меня зовут гетманской тагуи и поехали для начала обязательно напишите как нас со связью как хорошо слышно видно а я пока подключу микрофон начинаем работу мы с подготовки ногтевой пластины я уже немного опилил а форму сделала маникюр чтобы на это не тратить ваше время сделаем так чуть чуть поменьше я надеюсь хорошо вам видно а если что иногда будем пользоваться макро камера работать мы будем сегодня гелями soft pal pink такой очень нежный оттенок сейчас покажу вам такой розовый нежно-розово такой знаете больше ньют розовый вот и вот такой у нас прозрачный изи он по поводу того как слышно видно пожалуйста напишите я уже была уверена что все у нас хорошо так метод фонарик светит но принципе это не страшно и так смотрите если мы окри гелем работаем с натуральной кистью обязательно почему не прям обязательно но как бы желательно почему потому что натуральный ворс он лучше работает с а кредем он мягче он лучше он не прилипает лучше берет материалы отдает скажем так они прилипает к самой самому кри гелью если в самих волокнах нет остатков материала сделаем хорошо работать апельсиновой палочкой или синтетической кистью сейчас у меня синтетическая кисть давайте начнем работать не терять время я уже слышно нахожу добрый спасибо большое татьяна добрый вечер все спасибо за обратно все все у нас извините за опоздание у нас были технические неполадки youtube выбрасывал постоянно протрем все youtube постоянно выкидывал перезагрузила полностью приложение выключила включила только после этого начала все работать давайте наверное возьму белый лист а4 так на и будет лучше потому что на стеклянный стол и будем работать так так будет скорее всего итак мы будем работать еще раз верхними формами и гелем и будем сразу делать дизайн это в чем к в том что вы можете сразу здесь создавать дизайн пока ваш клиент пьет кофе скажем так но опять-таки начнем с подготовки подготовили ногтевую пластину опилили подняли кутикулу обрезали я смотрите специально немного просто убрала ее чтобы вам показать потом как доработать потому что мы будем опиливать и если сильно хорошо убрать кутикулу то клиенту будет неприятно в зоне кутикулу когда вы будете убирать лишний материал а так как у меня ноготочки имеет высокую арку высокий апекс то материал нам надо будет положить где-то отступает три-четыре миллиметра от кутикулы где-то ну так скажем так вот чтобы можно было достаточно опустить смотрите очень важный нюанс если вы работаете верхними формами оставляйте свободный край у меня просто его нет у меня ногти в таком не очень хорошем состоянии поэтому у меня свободного края нет и не менее чего оставлять но желательно чтобы свободный край был это лучше для работы смотрите еще очень такая очень классная штучка фонарик на валберис продается очень удобно потому что с руки свободны я подтянула ручку до гнется вот таким образом я поставила ручку сейчас так сделаем сейчас покажу вам смотрите взяла форму до поставила форму и поднесла к фонарику все сполимеризовала убрала очень удобно поэтому если что посмотрите можете мне в личку написать я вам отправлю ссылку вот сейчас я фонарик и мы подготавливаем обезжиривая ногтевую пластину после того как вы опилили форму сделали аппаратный маникюр и обрезали лишнюю кутикулу вашими тут ее было много и она будет очень сильно мешать при работе все убрали все лишнее обезжирили ждем пока у нас ноготочек высохнет высох ноготочек берем ультра бонд и наносим как вы привыкли кто-то ультра бонд наносит только на торец кто-то на всю ногтевую пластину я нанесу на торец потому что эти ноготочки будут в дальнейшем снимать торец ждем буквально там одну минуту как только блеск с ультра бонда пропадет можно уже работать и так как мы работаем всегда гелевый даже при гелевая система нас должна быть подложка мы берем баз гель это классическая база жидкая которая хорошо проникает ногтевую пластину и дает такую конкретную сцепку с материала наносим тонко втирающими движениями вбиваем можно сказать материал в ногтевую пластину тогда у вас будет шикарно носиться ноготочки 45 и кто сколько носит сушим 30 секунд в мампе и берем типсик я его уже померила чтобы не тратить на это время я вам покажу как он подходит к моему ноготочку немного не подходит по арке но это не так страшно потому что мы можем просто двигайте форму и получать разный результат в принципе тот результат который нам нужен будем работать с двумя гелями для начала вот смотрите когда вы работаете с верхней формы у вас в голове должно быть понимание того что в то что вы выкладываете это получается самый верхний слой то есть сейчас если я хочу сделать дизайн я возьму прозрачный easy one капельку такую хорошенькую нанесу тонко ну например мы померили давайте померяем ноготочек у нас закрывает в рост и все точнее верхние мы померили переворачиваем смотрим длину какой мы будем делать ну например пусть будет длина у нас до 1 2 3 4 деления до до 4 отделения отделение кстати помогает нам ориентироваться я сделал чтобы было видно деление наносим тонко сразу формируем узкий носик меньше потом пилить наносим тонко наш easy one тонко нанесли и хочется добавить какой-нибудь дизайн сразу чтобы потом просто обвести сделать тонкие линии сделать стемпинг неважно мы можем уже какую-то часть дизайна перенести сейчас ноготь прям поталь и шестиугольники все в золоте возьмем чтобы у нас такой монохромный дизайн немножко получился ставим типсик берем поталь и разрываем потому что у меня есть такой пинцет обратный я взяла для поджимания но другого пинцета пока не за куда я положила нам разницы нет мы сейчас возьмем и разорвем таким пинцетом я возьму большие куски если есть вопросы пишите сразу мы подняли тему там увеличу немного мне кажется все таки когда вылечиваешь лучше качество и берем тоже кисть можно немного освободить от материала просто чтобы она была липкая и берем вот она верно много все-таки поменьше и на серединочку так устанавливаем можно на липкий слой устанавливать можно прям на жидку и я люблю немного так морщить потому что получается чуть-чуть интереснее чтобы понять как это будет смотреться вопросы переворачивайте ноготочку и смотрите как это будет смотреться на натуральном ногти на вашем нарощенном смоделированном что-то подправили теперь я хочу немного оторвать сделать поменьше кусочки это же выкладываем сильно на к торцу не выкладывайте много чтобы было красиво потому что на торце некрасиво когда много материала лежит или много блесток дизайна сейчас оторвем еще давайте кусочек все липнет все липнет к рукам вы можете использовать любой любые варианты абсолютно дизайна я вам просто показываю что можно сделать выложили переворачиваем смотрим нормально сюда же в эти же места где у нас пусто мы берем и выкладываем шестигранники прям можно жирненько так выкладывать не бояться сильно не выходить в зону латеральных валиков там нас должен быть гель минимум материала и минимум материала возле кутикулы возле кутикулы вы можете материал выложить прямо на самом ноготочке немного давайте не спустимся только чуть-чуть тоже так если вам что-то нужно поправить вы переворачиваете смотрите где-то шестигранники вам хочется поправить берете апельсиновую палочку вопросов пока нет но я так думаю все слышно хорошо да раз вы молчите вы не пишете что не слышно не видно и поправляем апельсиновой палочкой кстати все удобно поправлять поэтому пусть этот инструмент у вас будет всегда как говорится тут толщина не сильно важно потому что в любом случае скажем так сюда наливать гель переворачиваем смотрим ну мне достаточно того что мы здесь имеем скажем так если у вас длина ногтевой пластины должна быть до вот этой отметки до вот этой отметки вот я одного не будем зачем надевать перчатки когда сама не подождите его убежали были не успела сейчас это ведь так неудобно а почему не удобно почему не удобно мне кажется всем все удобно вот я же вам показываю это должно быть эстетически красиво немного делаем длиннее то есть если у нас получается наш ноготочек должен быть примерно до вот этой линии которую вы видите то мы делаем чуть длиннее чтобы у нас была возможность опилить лишнее и ноготь остался того размера который хочет клиент сушим можно сушить под фонариком буквально прихватить фонарик справляется с этой задачей можно поставить в лампу то сейчас я это делаю фонариком вам немного там с края видно да уже поставить в лампу на 30 секунд следующим шагом мы будем работать сейчас я полюночку туберу фольгу мы будем работать уже гелем камуфлирующим будем выкладывать камуфлирующий гель и уже будем работать с фонариком когда будем прикладывать к ноготочку поэтому мы его устанавливаем так как нам будет удобно все ноготочек нас подсох и что мы теперь делаем мы с вами архитектуру красивую чтобы нам сделать красивую архитектуру вспоминаем все что связано с архитектурой если вы учились если вы учились вы вы помните да или если даже вы где-то там неважно самостоятельно искали информацию когда мы строим архитектуру она нас всегда строится однотипно скажем так да то есть главный есть критерий как при строительстве да вот есть нас фундамент ленточный грубо говоря да вот есть там какие-то критерии строительства именно на ленточном фундаменте и вы когда строите у вас вы идете по этим критериям если вы нарушите какие-то критерии особенно важные то скорее всего фундамент от развалится льда встречи то же самое с ноготочками если мы говорим про наращивание на верхней формы это практически то же самое наращивание что и наращивание обычно или моделирование не важно сейчас я нарисую ой сейчас давайте так силу чудо какая-то галочка у нас получилось просто очень удобно сейчас мы сделаем у нас будет ноготочек без длины и когда мы наращивают нас где-то примерно я просто под телефон заглядываю потом немного мне неудобно у нас какая-то примерно должна быть вот такая длина ногтя до длина ногтя нужно и мы должны примерно представьте что это и есть наша верхняя форма вот так мы сделаем да и вот вы должны понимать что и как раз вы смотрите длина практически одинаково и вы должны понимать что самая большая капля геля должна быть в серединке то есть нас плавный подъем но у нас подъем будет ближе чуть дальше от кутикулы плавный подъем и плавный спуск до грубо говоря и большая капелька геля у нас находится в стресс зоне то же самое мы выкладываем на верхнюю форму в верхнюю форму выберем очень хорошую каплю геля почему покажу такую капельку и выкладываем все единочку сильно много возьмете но почувствуете что много взяли или когда начнете работать вы поймете что деле слишком много выложили в серединку и гель он сам по себе моделируется смоделируется он освободит те участки которые у нас должны быть максимально тонким это зон зона кутикул это нас латеральные валики воздух уберу сейчас вот и с обратной стороны тоже просматриваем чтобы не было воздуха переворачиваем и проверяем у нас получается бака освобождены от лишнего материала боковые валики и получается зона кутикул у нас тоже такая полупрозрачная и по итогу мы получаем вот такой ноготочек ставим верхнюю форму под углом обязательно немного протягиваем и опускаем верхнюю форму смотрите как только у вас возле кутикулы начинает открываться вот видите у меня очень сильно это говорит о том что у вас слишком грифозные ногти и поэтому мы немного опускаем вниз форму протянули вниз все у нас в порядке и смотрим конечно же за нашими вростами с одной стороны прикрытия ли в рост и с другой стороны прикрыли в рост лишний материал убираем сразу если по вас сейчас была бы длина свободного края вот этого всего материала не было то есть вы наш ноготочек к таким барьером натуральный ноготь служил бы барьером и вас там не собирался бы материал это лишнее уберем распределяем лишним отец мне удобно работать апельсиновой палочкой острой сторона очень удобно убирать но мы это еще до убираем после полимеризации поэтому мы сейчас этот ноготочек ставим полимеризоваться под лампу под лампу это под которой я вам показывал под эту тоненькую лампу и возвращаемся к вам уже доделывать внутреннюю часть нашего ноготочка пока я сушу вы можете задавать вопросы а подхватываю немного можете писать вопрос когда подхватывать возле кутикулы ноготочек просто стоит уже никуда не двигается вам удобнее работать вам удобнее уже работать с внутренней стороной переворачивать ноготь уже знаете что здесь у нас смотрите здесь можете все убрать и переворачивайте ноготочек начинаете работать уже с гелем он там не застыл потом спокойно можно работать выровняли опять-таки апресиновой палочкой убрали все все понятно это супер все понятно люблю вверх еще ночи с постановкой трамплин трамплины да очень тяжело ставить на трамплины и сушим уже в лампе самая главная задача когда вы ставите на трамплины это то что должно быть много материала с трамплинами лучше работать акри гелем потому что гелем начнет лезть со всех щелей и будет вот смотрим я тоже проблемные ногти и на грифозных тоже удобнее работать акри гелем потому что когда вы на трамплины выкладываете на ноготочки которые у вас они не вот так даже растут да грубо говоря вот здесь очень большая пустота вот здесь очень большая пустота и и надо заполнить и вот ее нужно заполнить да у меня за грифозными то но это сложные ногти слова со сложным ногтями сложно работать в любом случае вот и получается что вам нужно выложить очень много материала для того чтобы нивелировать да естественно нужно убирать полностью свободный край ну это я слишком много конечно нарисовал например на вы должны понимать что у вас должна нивелироваться вот как раз таки вот эта пустота при трамплинах когда ноготочку так взлетный очень просушили ну я думаю мало мы просушили но надо было 20 секунд просушить и зажать арочку то есть вы до 20 секунд просушиваете потом обратными сейчас тоже можем зажать не проблема с гелем можно и дольше с акри гелем вы уже конечно если дольше просушить его ничего не зажмете сейчас видите очень хорошо зажимается формат литер ставите зажимайте форму эти гелище не бросал до конца поэтому можно зажать и еще досушиваем одну минуту потому что у нас просушка геля две минуты минимум мы просушили только 30 секунд сейчас я включу на 60 и два раза просушим вот поэтому когда конечно у нас если трамплин там больше выкладываем если у нас и работа макри гелем если у нас грифозный тоже работа макри гелем потому что можно делать тонко и они не сломаются и не нужно будет ерзать сейчас я покажу проблемы с моими грифозными ноготочками хотя мой мизинец не самая грифозная представляете когда у нас очень сильно такая высокая арка у клиента где можно купить такие щипцы щипцы на wildberries можно купить скоро я у себя в инсте сделаю я очень часто такое дело у меня есть посты которые в которых я прям указываю для вас я знаю что это очень удобно я для вас указываю в карусельки материал и в такие расходники типа щипцов и вот такой фонарик можете посмотреть вот найти там просто у меня сейчас артикулов нет а вот щипцы и фонарик для верхних форм я выложу скоро просушили давайте посмотрим высох просох вроде бы смотрите я сильно сейчас акцентировать внимание на это ноготочек не буду потому что его буду в любом случае снимать по боковой оси у нас все хорошо по центральной оси у нас ведь у меня какой кривой очень кривой ноготочек поэтому мы по нему сейчас ориентироваться не будем нам главное разобрать технику берем убираем обязательно снизу потому что нас липкий слой остается внизу и опиливаем опиливать тут нечего мы опиливаем только форму и убираем все лишнее вот бортики которые нас образовались мы их убираем и убираем немного здесь давайте возьмем круговыми движениями аккуратно проходитесь фрезу здесь как бы еще просится доложить материал я сильно вниз опустил это можно сделать монофазом из бутылочки можно сделать обычным обычной базой густой ну не густой а средней вязкости медиум или файбер базу разницы нет может взять эту это здесь мы также давайте сейчас я попилю форму уже сделать покороче можно оставить для него так давайте поменяли чтобы было красиво и вот такой ноготь получается как мы укрепляем дальше уже красиво да он все тут как бы по дизайну тут все мужу все сделали главное вы тут опилить и форму чтобы было красиво опять таки да и здесь у нас получается за счет того что есть ступенька хотя мы вылали смотрите в чем от кайф да когда мы выкладываем сразу дизайн здесь не обязательно выкладывать я даже не выкладывал честно здесь вообще база не нужна или еще что-то дополнительно почему потому что с принципе сформировалась красивая архитектура и ногти сильно долго клею и клевать вниз не будут здесь просто мы наносим топ давайте возьмем драматик добавим немного еще блесток но это неважно сейчас просто на столе мне драматик он такой средней густоты он не сильно жидкий и вы просто наносите его такой просто густой за счет блесточек вы наносите драматик переворачиваете немного центруете вот и у вас получается уже красивый ноготочек и вам просто единственно сцентровать надо сейчас я вот так сделаю чтобы я не вижу сейчас его с центрую внутри вот эту ступеньку мы сейчас выпилим вот я вам показываю снизу вот эта ступенечка у нас есть мы сейчас вы выпилим тоненькой фрезой все ведь у нас красиво архитектура сформировалась это все благодаря топу он вязкий он не сильно жидкий жидкой тяжелее работать и все у нас когда мы будем сейчас подсушу и расскажу когда вы выкладываете еще классно техника я не знаю как вы относитесь к это моя ну я люблю в этой технике работать с верхними формами учеников всегда учу потому что и вам сейчас расскажу важный момент когда вы работаете верхними формами можно прям ставить под кутикулу вот прям под кутикулу ставить нарисую многоточек красиво постараюсь насколько мне получится вот нас ноготь да вот нас натуральный ноготь скажем так да некрасиво конечно было так хотя бы сделать он неважно давайте заново сделаем пока у меня сохнет ноготочек у нас время есть вот так сделаем вот у нас такой средний ноготь да у меня в принципе практически выглядит такая глубина у меня в кутикуле и карман такой большой и ноготь примерно выглядит так да вот видно что он немного у меня грифозный поднятый и вот когда вы ставите форму слишком близко к кутикуле это как бы классно потому что вы уже все поставили как бы делать больше ничего не нужно но с грифозным ноготочкой можно и нужно отступать но даже с обычными ногтями я отступаю почему потому что когда вы выкладываете материал да вы поставили верхнюю форму мир сформировали ноготочек у вас сформирован ноготочек длина здесь у вас получается максимальная прозрачность тем более у нас к базы эти гели наши они все равно полупрозрачные они не такие прям яркие такие насыщенные очень много клиентов хотят чтобы ногти у них были при отрастании как натуральные то есть чтобы они отрастали как натуральные ноготочки поэтому можно вот эту часть оставить потом просто прикрыть топом можно немного просто добавить потом чуть-чуть того же материал того же геля только очень мало чтобы он был полупрозрачен чтобы немного сравнять например да вот нас вот эта часть немного видно вот эту белесо с изоопила вот чтобы сравнять но при отрастании было максимально естественно потому что такие ноготочки реально при отрастании смотрится очень естественно вот хочется увеличить показать дизайн какой получился по поводу кутикул почему я оставила потому что смотрите берем каким ногтям подходит верх не подходит верхняя форма подходит в любым ногтям просто нужно уметь работать с ними берем nail bomb вот кутикулу вы не дорезали да берем nail bomb вот так он выглядит и замачиваю ноготочек вот в этом средстве замочили надо чуть подольше подержать но я сильно долго держать не буду и смотрите вы когда убирайте вы можете так поднять кутику он смотрите она уже стала намного лучше да да и диас не дорезано там дорезать потому что она уже смягчилась ножницами тяжело отрезать мокрую кутику ну где то что-то торчать будет да и вот так примерно это выглядит вы можете взять силиконовый шлифовщик и пройтись 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 по кутикуле и получить такой очень хороший эффект фотошопа как я его называю чего-то выпендриваешься все лишь бера больше сделал из кубу бука очень хорошо обрабатываем можно это делать по мокрому когда вы нанесли и проходитесь потом вы наносите сухое масло тоже очень сильно люблю наносить и тоже шлифовщиком сухое масло можно вбить только на минимальных оборотах можно вбить в кожу в кутику масло смотрите у нас есть сейчас появилось сухое масло многие говорят в чем разница между обычным маслом и сухим сухое масло очень быстро впитывается то есть как только вы нанесли на ноготочек хочу найти большой вот он вот то есть обычно масло вот так оно выглядит кутикул ойл а сухое масло драй ойл сейчас я покажу вам на бумаге сразу отвечу на вопрос смотрите мы сейчас возьмем обычное масло и возьмем сухое масло даже вам больше немного возьму чтобы вы поняли результат видите прям капельку выкладываю сухое масло моментально этим впитывается в кутикулу и клиент не испачкается вот это масло оно не так быстро впитывается но опять-таки в нем больше масел скажем так да вот мы с масленицей части в этом масле больше поэтому смотря для каких целей вы используете для фотографии все сразу впиталось за секунду вы сделали фото и вас нет состояния жареных сосисек вот вот с этим в принципе так же просто уже все лишнее убирать убирать все лишнее обязательно нужно взорваться если остались вопросы пишите вопросики отвечу все лишнее убрали без ворсовой салфеткой пыль е-мое вам надеюсь видно сейчас могу взять макро и показать вам сам дизайн а вы пока напишите вопросы если вопросов нет тогда будем прощаться чтобы видео было не сильно длинное вот такой дизайн получается аквариумный такой многогранный а по поводу внутренней стороны смотрите внутреннюю сторону можно еще обработать вот такой фрезой сейчас я вам покажу она такая толстенькая но имеет острый носик если вдруг вы не можете подлезть давайте сразу обработку тоже покажу стадите сюда ну чего там выпендриваешься ой спасибо вам тоже за то что присутствовали давайте покажу если это нужно это можно сделать я ко всему отношусь хорошо если это уместно скажем так у нас другая сторона мы сейчас поставим на ну так носиком обычной фрезой алмазной вы просто носиком аккуратно можете подлезть потому что меня свободного края нет поэтому затеки будет по-любому и вот вы очень аккуратно можете все это убрать все эти затеки это очень удобно вот такой фрезой тем более гель он мягкий он поддается опилу алмазными фрезами вопросик сейчас последний прочитаю я его не взяла ничего вашему клиенту мешать не будет потому что клиенты когда что-то там остается всегда все вычищать и они начинают грызть подгрызать и все это потом у них отваливается можно еще немного подпилить но мы уже освободили ведь у нас уже есть там наше пространство под ногтем вопросик толщина выкладного материала зависит от высоты ногтей зависит конечно потому что я опять-таки повторюсь если у нас ноготочек он идет очень в пуклый да вот он такой сам по себе но я это сейчас немного преувеличиваю ну как говорится он че я сделала не знаете блин че я делаю вообще ладно ну вы поняли да короче вы поняли вот вот так это выглядит тоже рисую нос какой-то скажем так да у нас выглядит вот так то есть он торчит видите как у нас вмятинка просуется вовнутрь естественно чтобы нам представьте чтобы нам довести этот много до нормального состояния нам надо добавить немного материала а потом чтобы сделать крепкие ногти добавить еще немного материала то есть вы получается добавляете не одну например каплю по капелькам да это разберем не одну каплю геля а полторы потому что пол капли он заходит на нивелирование вот это именно вогнутой части в трамплинах если мы говорим про грифоз наоборот да у нас и так получается он очень высокий ноготочек да например давайте нарисуем такую тику у нас очень высокий ноготочек у нас вниз растет да если он будет расти он будет вниз россии никакой у нас конечно ось центральная никакая у нас то есть это пересечение короче ноготи растет не по центральной ося растет вниз скажем так и нам нужно больше материала выложить куда вот сюда потому что здесь у нас мало а тут мало материала надо выкладывать ну то есть понятно да то есть ну куда сюда еще вы если выложите большую гору материала а кредель это будет вот такая ляпка ну куда такое расстояние причем это расстояние будет и здесь и здесь благодарю вас за информацию елена пожалуйста вот понимаете то есть мы должны думать о том чтобы неправильно нарисовал но вот что мы поставим вот сюда форму верхнюю и отсюда мы начнем и у нас да вот здесь будет много материала как раз наша стресс зона будет защищена даже здесь много материала а здесь мало материал потому что здесь его не должно быть много мы же не хотим получить еще больше грифоз вот это опять-таки тут еще также от формы ногтей зависит как вы ставите форму ли сильно вниз вы прижимаете или наверх наоборот поднимаете то есть тоже тут очень много нюансов а где должен так где должен быть у кутюку край формы на грифозах на ногтях я же вам объяснила да смотрите вы берете у каждого свой степень грифоза да скажем так своя степень клюющих ногтей у кого-то сильно клюющих у меня указательный вообще видите смотрите даже вот так перчатку я тут уже показываю перчатку надену посмотрите как мне клюют ногти давайте на этом ногти и покажем я поставлю ногтю близко к кутикуле и выравниваю по боковой оси что происходит дырка видите да а нога типса здесь должна лежать впритык если возле кутикулы поставлю смотрите как мне взлетает ноготочек взлетает зайдите если вам будет комфортно зайдите посмотрите у меня stories в инсте там девочка ученица как раз таки показывала как выглядит взлет просто из-за неправильной установки смотрите еще раз показываю вот вот мой грифоз если я поднимаю сильно у меня получается форма не встанет и у меня будет пространство между натуральным ногтем свободным краем и верхней формой если я опущу то у меня получается здесь дырка это я себе ставлю возле кутикулы максимально близко но если я немного подвину то у меня сохраняется архитектура правильно просто подвину немного ниже а если я поднимаю 5 кутикуле поднимаюсь хочу вниз опустить чтобы у меня было здесь закрытыми получается ноготь идет на взлет если хочу опустить чтобы у меня по боковой оси ноготочек шел правильно то мне открывается здесь дырочка понятно как это работает то есть вы должны смотреть по ногтю клиента приложили посмотрели подвигали а мне сюда надо ставить форму а мне сюда надо ставить форму и тогда уже понимаете как двигаться и куда ставить и есть еще вопросики спасибо пожалуйста если вот то будем завершать эфир сюда можете ложить любой абсолютно дизайн чтобы он был не сильно длинный чтобы вы могли его посмотреть быстренько и с удовольствием все я с вами прощаюсь рада была всех видите надеюсь эта информация вам была максимально полезна и вы ею воспользуйтесь она вам обязательно поможет в работе с верхними формами